Валерия Абеля и Михаила Ломанова Имены выбитного элезиониста и легендарного новуковцы увековечили в микрорайоне Костюковка В областном центре прошла презентация календара поддей на наступный год В регионе стартовал передновогодний гандаль В Лугомеле прошел инклюзивный концерт, и он стал яскравой финальной часткой масштабной международной акции «Инклюзивная Беларусь» А зараз об этом меньшем борщ подробязна Теперь уже был и рабочий поселок Костюковка, селета не только стал микрорайоном Гомеля, але и трымал инши назвы в улиц Отповедное решение принял городский совет депутатов С новыми топонимами ознайомился Олег Сенсеров По великим рахунку, своим иснованием поселок Костюковка обовязана барону Нолькину, у якого тут был свой майонток Миновито по его инициативе в 19-м сагоде у этих местных была прокладена чагунка Правда, назвать имя барона одно из улиц местовые же хоры, пока не погодились С другого боку, бароны Нолькины особо все-таки неоднозначные Сын первого владельника майонка Станислава, Карл, например, был петербургским и варшавским оберполицмейстером А его имя до революции носила сучастная в улице Ланге у Гомеля Правда, одно из прозвищев уродженцев Костюковки, местовые же хоры, вырышили все-таки увековечить Валерий Абель, засновальник коллектива церкового мастерства, який селета значил в своих 55-х годах През 10 годов после створения коллектив стал народным, у 2008 заслуженным И уже 10 годов носит имя Валерия Абеля за час основания выступления костюковских артистов Убачили же хоры Беларуси, России, Великобритании, Чехии, Германии, Порще, Франции, Катара Сегодня без этого церкового коллективу не обыходится ни одно свято В улице Валерия Абеля теперь будет называться улица Светлогорская Конечно, в республике есть коллективы церкового искусства Но мы очень любим свой коллектив тем, что он как изюминка индивидуален Так как уже большая история в этом коллективе Я думаю, что не каждый коллектив может гордиться тем, что 55 лет они на высоком уровне работают Несут свое достойное творчество и мастерство Необходность переименования выкликана тем, что назвы улиц, аналогичные Костюковским Уже Ёсю Гомелем в администрации Чугуночного района подобрали некаких новых вариантов Реканчатковый выбор покинул за местом населенства и предприемствами Так, по инициативе школзавода, улица Гомельская стала улицей Ломоносова Миновитое его имя неколи насила гэта акционерное товариство А бюст Ломоносова и зараз находится как администрационного корпуса Что ты чё с Жихаров, то я не отдали перевагу основным поэтичным назвам Ореховая, Кветковая, Яблоневая, Заозерная, Янтарная Делали собрания, делали собрания улиц этих, собирали в ДК весь народ Вы хотели спросить, какие более улицы они хотят, какие более названия им подходят До речи переименования улиц о финансовом плане для Жихаров, Костюковки Ниаких наступцев уметь не будем При необходности новый штамп у пашпорта им бесплатно поставить При первом же взвороте у пашпортный стол Что ты чё субъекту господарня, то им придется заказать новые печатки И унести повинные изменения в документацию Правда, на финансовом становще предприемству это навратце отобьется адмовным чином Олег Сентюров, Валерий Гапанько, Телерадо Компания Гоми У Гоми с кема Балваканками отбылась презентация интерактивного календара падей на наступный год И он проставляет собой специальную рубрику на официйном сайте Абалваканкама Календар падей Гомишины-2016 размешаны на головной сторонце Тут можно доведаться о плануемых мероприемствах, месте и часе проведения А так само знайсти контакты организаторов Экономичные и науковые форумы, адукационные конференции Творческие вечеринные фестивали, спортивные баталии Все самое интересное, что будет отбываться на территории региона в наступном годе Уключено у календар падей И он, до речи, будет пополняться новыми мероприемствами Для чего подготовлен этот календарь? Для чего подготовлен этот проект? В первую очередь для того, чтобы повысить информированность жителей, друзей, партнеров нашего региона О событиях, происходящих в нашей Гомельской области О том, что у нас планируется Для того, чтобы люди могли планировать свою работу, свой бизнес, свой досуг Гомельский областный совет ветеранов Начал проведение серых круглых столов Примеркованных до 75-ти годов разгрома немецко-фашистских захопников под Москвой С наученцами установок эдукации и культуры в области Сустроенцы удельники Великой Айчинной и активисты громадского объединения «Дети войны» Первое мероприемство отбылось у Державного колледжа мастерства имя Соколовского Битва за Москву является одной из самых масштабных Як по колькости войсков, что принимали у ее удел, так и по стратах Гитлер разглядал Москву як одну из головных военных и политичных мет-операций «Барбаросса» Первые бомбежки столицы отбылись ровно празд месяц после початки войны 22 липня 1941 года Оборона города стала саправдой всенародной справой Джахары установили коля 20 тысяч супрацтанковых загородов и 26 километров дратяных охороджов Створили 10 километров баррикад На малюкожном доме были обсталеванные куляметные ти артиллерийские гнезды Непосредно оборона Москвы протягулася с 30 вересня до 4 снежня У нож с 5 на 6 снежня Червоная армия пройшла у наступление Увынику якого ворох был откинутый борщак на 120 километров Сегодня в Гомельской области живеются год 9 ветеранов Великой Айчыны, які примали у делу в битвах за Москву Коллектив открытого акционерного товарыста «Гомельпроект» занял другое место В международном конкурсе налепшую архитектурно-мастатскую концепцию делового комплексу «Екатеринбург-Сити» Для уделу в международном конкурсе были досланы около 150 заявок с Беларуси, России, Украины, Франции, Китая и Японии Проект гомельских архитекторов трапил у пятерку лидеров Переможцов изначали интернет-аудиторы и члены журы, компетентные эксперты у сферы архитектуры и будовництва По выниках конкурса «Гомельпроект» завоевал другое место и отримал сертификат на 300 тысяч российских рублев Першими стали архитекторы Зульяновска И они распрацовали комплекс вышинных будинков у духу казак Бажова Третье место – компания Санкт-Петербурга Як означали организаторы, усе проекты потребуют до працовки Однако каждая концепция возначается оригинальностью и новизной Мы хотели, чтобы тот квартал, который мы проектируем, был удобным для его пересечения, для его посещения Учитывая то, что климат достаточно суровый на Урале, хотелось получить как можно больше замкнутых или полузамкнутых пространств Каждый вариант, подход у них у всех разный И этот подход очень любопытен был для ознакомления Подрыхтовка до новогодних урочистостей у самом разгаре На улицах уже отшивается святочная атмосфера, яскраво оформленные витрыны магазинов Наши корреспонденты поцекали, как организованы вязковые передновогодний гандль Какую продукцию пропонуют магазины с пожилкой операции Этот магазин у поселка Учонки користается попытом у мясовых же хоров У перед святочные дни популярность звычайно возрастает Тут уже завершили приготовление до новогоднего гандлю Пригожа оформлены интерьер магазина, поширенный ассортимент пропонуемой продукции Закуплены штучные елки, цацки, сувениры и вся необходимая святочная атрибутка Приходим часто, магазин нравится, особенно в преддверии Нового года украшен красиво, хорошо Я думаю, что семьей придем за подарками к празднику, к Новому году, к Рождеству В системе Гомельского райспожил Союза 115 объектов в гандлю и 21 громадского хрешования Во всех уже готовые сустракать покупников с новогодними товарами и дарить святочный настрой В первых числах декабря уже люди начинают присматривать подарки Активнее, конечно, сейчас еще пока не присматривают Но уже в декабре, с декабря месяца они уже как бы покупают И мы готовы, готовы обслужить покупателя У нас много новогодних подарков, елок То есть есть что предложить Новый год для нас это большой праздник И мы бы хотели, конечно, его сделать для всех праздник И для себя, и для покупателей Пик покупницкого попыту, звычайно, приходится на опошний перед новогодний тыдень Дефициту товаров, заповнивают кооператоры, не будя Головное потребование до перед новогоднего гандлю на вёсце Дать махшим асялянам набыть усе, что потребно И навод, коли на полициях магазина нема необходного товара Знасти способ задоволись покупника Кожный сельский магазин в районе принимает индивидуальные заказы Если что-то эксклюзивное необходимо подвезти сельскому жителю То мы всегда с удовольствием выполняем заявки В течение двух-трех дней мы всегда выполняем заявки И сложную бытовую технику, если кто-то хочет приобрести какие-то подарки к моему году Ну и мелкобытовую, в общем, все И новогодние костюмы, карнавальные костюмы То есть все, что пожелает покупатель Мы всегда рады использовать А кроме этого, в Гомельском райиспажу Союзе Обязают порадовать своих покупников проведением специальных акций На многие товары на передо дни свята Будут снижены гандлевые надбалки и отпускные цены Дареши пытания перед новогоднего гандлю Будет обмерковываться на республиканском семинаре на ради Белкап Союза Яки сёння пройдя у Гомеле Дмитрий Котов, Максим Славян, телерадиокампания «Гомель» У Гомеле прошёл инклюзивный концерт И он стал яскравой финальной частой Масштабной международной акцией «Инклюзивная Беларусь» Я ем это – долучение дополнительного громадского життя Усих людей, незалежно от взрослого, пола, стану здоровья, Этничной приналежности и религии По час концерта на сцене выступали запрошенные артысты А так само самодельные коллективы Про свои творшие номеры они демонстровали, Что мастерства немая ни межу, ни обмежаванев Подобные инклюзивные концерты уже отбылись у Гродно и Бресте На Чавзе, Могилёв и Витебск Удельники международной акции «Инклюзивная Беларусь» После Гомеля отправятся миноваты у гэтая городы Варто означать, у каждым областным центром Организаторы мкнутся притягнуть до удела у концертной программе Як мага больше мясовых артыстов По полной мере одлюстровать отметные особливости и колорит их региона Через этот концерт мы стараемся донести Те посылы об уязвимых группах О людях, которые, может быть, в жизни повезли немножко меньше, чем нам И через этот концерт мы хотим рассказать их историю Разрушить те стереотипы, которые, возможно, существуют Вокруг этих людей и проблем, с которыми они сталкиваются в ежедневной жизни Как расслабить детяте, что такое интернет? Как зарабить корыстание с участными технологиями, максимально беспешным для детей? Чему важно рассказать малому про светную сетку и какие слова выбрать для гэтага? Отказа на гэтые многие иншие пытания отримали у дельники майстер-класса Проекта «Дети у интернете» В школьном актовом зале несколько десятков старшеклассников Эти ребята – уверенные пользователи интернета Знают почти все о его возможностях и кое-что об опасностях В сети зависают часами Не меньше, чем три часа в день На самом деле учеба, если честно признаться, не для меня одного Она в меньшей мере употребляется в интернете Подростки и в основном люди наших возрастов Они очень часто общаются в интернете Даже чаще, чем в реальной жизни И это хорошая проблема на самом деле Цель мастер-класса «Дети в интернете» Сделать из этих ребят волонтеров-преподавателей Они будут вести для малышей образовательные уроки Как это делать на собственном примере Показал популярный телеведущий Георгий Калдун Он бессменный преподаватель социально-образовательной инициативы МТС И обучает ребят интернет-грамотности несколько лет За несколько лет мы во многих школах Я сейчас, честно говоря, сбился уже со счета Сколько там было, где детей И какое количество уроков мы провели Сейчас мы пытаемся эту историю Скажем так, просто передать в другие руки Возможно, чтобы она получила какую-то дополнительную жизнь И общаемся со старшеклассниками, со студентами Чтобы у них была возможность попрактиковаться самим в педагогике И сделать еще параллельно доброе дело Объяснить малышам, для которых интернет сейчас стал очень доступен Что у интернета, кроме положительных сторон, есть еще какие-то негативные стороны Такие мастер-классы Георгий Калдун провел уже в пяти областных центрах Он рассказывает ребятам истории собственного преподавательского опыта Его пример увлекает старшеклассников Часто уже сидя в зале, они начинают планировать, когда смогут присоединиться к инициативе И сами провести свои первые уроки для малышей Мы являемся частью комплексного решения проблем То есть то, чем должны заниматься по-хорошему родители, учителя Старшие братья и сестры, просто старшие друзья какие-то Мы помогаем с этим вопросом Посредством именно таких вот уроков безопасного интернета для детей В возрасте 7, 8, 9, 10 лет Социально-образовательная инициатива «Дети в интернете» Реализуется совместно с Министерством образования Беларуси За 4 года ее существования компания МТС организовала обучение более 4 тысяч младших школьников Для четвертой части из них уроки провели именно волонтеры Они уже работают в Бресте, Витебске, Гродно, Могилеве и Минске В планах мобильного оператора провести занятия в рамках проекта «Дети в интернете» во всех школах Беларуси В осуществлении столь амбициозной идеи компания рассчитывает именно на помощь преподавателей-добровольцев Самые активные и креативные получат подарки от МТС и партнера проекта компании «Ленова» Всю информацию о проекте можно найти, конечно же, в интернете На специальном сайте дети.mts.by есть даже сценарии занятий по интернет-грамотности А еще множество советов, как сделать работу в сети безопасной Например, не следует открывать неизвестные файлы Или бездумно отправлять смс на чужие номера На эти уловки, кстати, часто попадаются даже взрослые Анастасия Кучинская, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель» Это так самые инши новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tv.orgomle.by На этом выпуске завершены, у студии працаваў Явген Пабалавец Усяго доброго и до встречи у эфира! Субтитры подогнал «Симон»